Доброго времени суток, мои безудержные гонщики-каскадёры! С вами Роман Саныч и время прохождений 2х2 – самые запоздалые обзоры актуальных игровых новинок. Не находите ли вы странным, что за столько лет по фильмам экшн-серии «Форсаж» не вышло ни одной толковой, добротной масштабной игры? Что ж, ситуация не изменилась. Выжимайте газ в пол, перед вами быстрые и яростные перекрёстки. Ладно, Роман, какой план? История начинается с приключений всем известных четырёхколёсных преступников – Доминика Торетто и Летти, как её там. Однако события быстро переключаются на новых «Мать твою» героев, потому что раздражающие назойливые душнилы – это именно то, что нужно задорной сюжетной экшн-гоночке. Даже не думаю вставать. Не бейте, лучше обосыть, и мама постирает. Вместо того, чтобы просто душевно и лампово погонять лысого, нам травят байки, якобы две фемки и испанский Тор, бросают вызов то ли мафиозу, то ли террористам, которые хотят нагнуть раком Асашай и как следует прочистить им выхлопную трубу. В общем и целом рекомендую не завышать своих ожиданий. Всё очень плохо, точнее совсем хреново. Настолько, что даже самые пробитые фанаты серии «Форсаж» подумают. Что это вообще такое? В какой-то момент в сюжет без мыла влезает мой темнокожий тёзка, но к тому времени история пробивает уже такое по счёту дно, что даже Роман своим петросянством не вывозит всю эту ущербность. Вот и получается. На 20% Дерьмо. На 80%. Говно. Неудивительно, пока остальные актёры работали за ящик пыва, которое тем более было успешно распито, скорее всего, ещё до начала звукозаписи, весь бюджет ушёл на гонорары Вину Дизелю и Мишель Родригес. И если на микрофоне Мишель Родригес хоть чуточку делает вид, что ей не насрать, Вин Дизель, очевидно, записывал свои фразы, читая их с телефона, лёжа на диване. Давайте обрабатываем нейтрис. Берём их. Я актёр! Ну да ладно, подробнее о самих покатушках мы поговорим во второй части обзора. А пока очередной топчик. Сегодня в нашей топке лучшие игры по мотивам большого кинца, не включая всякую комиксную лабуду и прочие расширенные вселенные типа «Звёздных войн». В 97-м с приставки Nintendo 64 на игроков глянул «Золотой глаз». Хорошо, что хоть не шоколадный, тем более эта игра про английского шпиёна Джеймса Бонда стала чуть ли не поворотным моментом в развитии стрелялок на соснолях. Да, на пекарне уже вовсю зажигала квейк, но это полноценный приключенческий 3D-шутан от первого лица на сраном картридже? Легендарное дерьмо, ребятушки. Разработчики всех мастей и калибров долгие годы пытались высрать хоть что-то дельное про пришельца Ридли Скотта. Пока в 2014-м студия Creative Assembly не выдала Alien Isolation — самый настоящий симулятор беспомощного выживальщика. Всё по классике. Головастый пришелец кошмарит одинокую тёлочку на заброшенном космическом корабле. Напряжённая атмосфера игры в прятке с жутким ушлёпящим, солидная звукомузыка, шикарный графин и безукоризненный визуальный дизайн. Идеальный рецепт, чтобы выдавить из вас парочку кирпичиков. Хроники Риддика «Побег из бухты мясников» — можно сказать приквел к фильму «Чёрная дыра». Это не просто самая очешуительная игра по мотивам кенца, а в принципе один из лучших экшенов от первого лица. 2004-й был годом вырвиглазных релизов. Doom 3, Far Cry, Half-Life 2 и этот проект о побеге нашего любимого дизельного семьянина из самой защищённой космо-тюрьмы во вселенной достоин стоять в топе с самыми мощными играми того года. Напряжённый стелс, ураганные перестрелки и зубодробительные рукопашные стычки. От этой игры у вас вырастет вторая пара яиц. И если до этого у вас их не было совсем, то же. Это правда. В игре «Форсаж Перекрёстки» нас ждёт упоротый гоночный экшен, в котором мы с вами, то бишь игроки, дружненько катимся, я бы даже сказал, ехаем на... Сложно представить, что за разработку игрового «Форсажа» отвечает команда Слайтли Мэтт Студиос. На секундочку, авторы двух частей НПС «Шифт» и серии «Проджект Карс». Как же так вышло-то? Складывается ощущение, что на время разработки вся студия отправилась на сраный больничный, а игру допиливали уборщики и осенизаторы. Мало того, что вождение ощущается как сраный кирпич, который катнули по дороге в гололёд, так ещё и внешне игре меньше 15 лет не дашь. С первого взгляда неподготовленный игрок даже порадуется, что в 2020-м продолжают выпускать игры на PlayStation 2. Честно говоря, это недоразумение похоже на игру, в которую понарошку играют в кино. Как бы я хотел оказаться на их месте. Так как законы физики давно перестали действовать во вселенной «Форсажа», разработчики «Перекрёстков» решили не отступать от канонов серии. Само собой, на кой хрен это нужно, когда у нас тут есть... семья? Нельзя отворачиваться от семьи. И тут, по моему мнению, авторы громко проперделись с жижей. Как? Ну смотрите. Под конец игры раскочегаривается настоящий трэш, угар и садомия, которым позавидовали бы даже сценаристы последних «Форсажей» под действием тяжёлых веществ. Вот мы преследуем ракет... Преследуем мы, значит, эту ракету, верхом на которой в какой-то момент оказывается Деминик Торрэд. Всё, держу себя в руках. Собрались, быстро. И вместо того, чтобы докрутить эту наркоманию, воплотить в реальность мои влажные фантазии и отправить весь этот балаган на орбиту Земли... Да, я мечтаю, чтобы десятый фильм назывался «Форсаж Икс» и происходил в космосе. Всё просто берёт и заканчивается сраным ничем. Кстати, игру можно пройти за четыре часа. Наверное, разработчики специально сделали её такой короткой, чтобы вы больше времени проводили со своей семьёй. Ага! Стоимость перекрёстков на выходе составила 60 баксов! За несколько часов блевотины и сетевую игру, которая, мать твою, не работает! Мустанг мне в гараж! Сколько там сейчас онлайн этих бедолаг? Ага! Четыре калеки за последние полчаса! Эта чепуха не стоит и двухсот деревянных трубу мне в бампер! Игрокам платить надо! Я серьёзно! На такое извращение можно согласиться только за деньги! Слова моей подружке! Да, в игре представлен, на удивление, неплохой автопарк. В том числе и всякое мультяшное говно с гарпунами на крыше и Wi-Fi роутерами. Осталось только определиться, кому этот гараж нахрен нужен! Даже парочка неплохих экшн-сцен и погонь не спасают ситуацию. Тем более, когда что-то лучше, чем полная беспросветная дресня, это не особо выдающееся достижение. От меня 24 семьянина из 100. А с вами был Романища и время прохождений дважды два. Но не спеши разъезжаться, семья! Прямо сейчас немного инди-трешачка от независимых разработчиков. Ну чё, дорогие друзья, раз мы сегодня с вами крутим баранку, предлагаю покрутить баранку автобуса в легендарном БАЗ-драйвер-симюлейтер. Поехали! Тут у нас на выбор предоставляется два города. Два лучших города в мире. Это Кёльн и Серпухов. Ну, зачем нам эти зажиточные Европы? Предлагаю прокатиться по-нашему, по-родному. Двери открываются. У нас тут какие-то сплошные моряки, метросексуалы, ну и маргинальные девицы. Типичный Серпухов. Так, 160 рублей уже есть. Нашаву накопили. Решил погоняться с нами. Маршрутчик-то! Вот это я понимаю дрэг-рейсинг, ребята. Чё, тоже на остановку? Полицейский разворот. Так, ещё один метросексуал. Хе-хе, какой-то еврейский шпион. Вот, да, типичный Серпухов. Уп-уп. Тестэ саундэ до полис. Здравствуйте. Вы только посмотрите в эти светлые лица. Хе-хе-хе-хе. Чё тут у вас? Хипстерша? Какой-то гладиатор? Ох уж этот Серпухов. Идеальный, идеальный поворот. Ой-ой-ой! А, с ними всё будет в порядке. Нужно соблюдать график и правила дорожного движения. Хе-хе-хе. Так, ну вот, вроде бы Кёльн, а планшет-то русифицирован специально для лучших водил в мире. Из Серпухова. Ох! Столкновение с машиной! Да он сам меня обогнал и врезался. Ну всё, паскуда. Сейчас как оформим полицейский разворот коронный. Хоба! А, есть! Есть! Слава яйцам! 228 монет собрали. Проезд на красный свет. Да кто? Ой! А с ним всё будет в порядке. А это был симулятор водителя автобуса. Замечательная ламповая игрулечка от наших земляков студии Кишмиш. Так что, если хотите поддержать отечественного производителя, милости прошу. А с вами был водила Роман. Время прохождения дважды два. Увидимся на следующей неделе. Всем тусует, ребятушки! Бю-бю! Бю-бю! Субтитры сделал DimaTorzok